Всем привет! В прошлый раз мы убедились, что RTX 2070 Super не всегда хватает для комфортного запуска игр в 4К, да ещё и на высоких настройках. А если хочется ещё рейтрейсингом побаловаться, то тем более. Ну и вот теперь, господа присяжные заседатели, на ваш справедливый суд выносится аналогичный тест 2080 Super. Просим лайком или дизлайком решить судьбу данного видео. Ну а для особых мнений открыты комментарии. Ключевым свидетелем на этом процессе является видеокарта Poly GeForce RTX 2080 Super GameRock. Постоянные зрители помнят её по наглядному сравнению с RX 5700 XT и другими видеокартами. Ссылка в описании. Для остальных напомним, что она получила эталонную частотную формулу для GPU и 8 ГБ GDDR6 памяти. Подсистема питания выполнена по 12-фазной схеме с использованием микросхем DRMOS. Почти трёхслотовая система охлаждения включает в себя двухсекционный алюминиевый радиатор, четыре 8-мм тепловые трубки и пару 96-мм вентиляторов с дизайном TurboFan 2.0. Не обошлось без LED-подсветки и полупассивного режима 0 дБ фан, который содержится в одной из двух прошивок BIOS. В играх, с учётом не самого просторного корпуса, температура графического процессора достигала 74 градусов, при критических 89. А частота GPU находилась в районе 1900 МГц. Пройдёмся по тестовому стенду. За основу взят 16-поточный Core i9-9900K линейки Coffee Lake Refresh. Он работал в номинальном режиме с динамическим разгоном до 5 ГГц. За ним присматривала трёхсекционная водянка EnerMax Leak Max 3 ARGB. Она получила 360-мм алюминиевый радиатор и 400-мм гибкие резиновые трубки с надёжной мультислойной структурой. Для максимальной безопасности их соединение с фитингами герметизировано особо прочным клеем. Роль материнской платы взяла на себя Asus Prime Z390A с надёжным охлаждением чипсета, фаз питания и одного из двух M.2 накопителей. Подсистема оперативной памяти представлена 32-гигабайтным комплектом DDR4-3600 Corsair Dominator Platinum RGB с высоким радиатором и яркой подсветкой. Операционная система и игры разместились на двух твердотельниках Kingston A1000 объёмом 480 ГБ и Kingston KC2000 ёмкостью 2 ТБ. У первого скорость последовательного чтения и записи находится на уровне 1500 и 900 МБ в секунду. В свою очередь у второго показатели возрастают до 3200 и 2200 МБ в секунду. Всё остальное находится на 4-терабайтном HDD Seagate Barracuda. Блок питания сразу присмотрели с запасом. Платиновый Seasonic Prime PX1000 мощностью 1000 Вт. Для охлаждения внутренних компонентов он использует 135-мм вентилятор на основе надёжного и долговечного FDB подшипника. А корпус AeroCool AeroOne Eclipse ARGB Tempered Glass поддерживает установку видеокарт длиной до 327 мм и процессорный кулер высотой до 161 мм. Для их эффективного охлаждения в комплекте есть четыре 120-мм вентилятора. В прошлый раз не успели собрать впечатление о периферии Redragon, но в этот раз и справляемся. Итак, механическая клавиатура типа Skeleton Redragon Vata Pro RGB визуально напоминает модели от Corsair. Она радует низким профилем и полноразмерными колпачками. Основание создано из немного шероховатого пластика, а верхняя часть из гладкого и маркового металла. Мышка Redragon Mars получила полностью симметричный пластиковый корпус. Спинка использует маркое прорезиненное покрытие, а боковины выполнены из немного шероховатого пластика с пупырчатой фактурой. Верхняя часть коврика Redragon EPS RGB выполнена из не очень удобного маркового пластика, а на основании находится резиновая накладка на всю площадь. Мышка в общем скользит по нему хорошо, но сами мы больше привыкли к мягким тканевым решениям. Наушники закрытого типа Redragon Bio получили саморегулируемое оголовье. Стальные дуги повышают надежность и жесткость конструкции, но если их зацепить, то они ощутимо резонируют. В то же время посадка на голове достаточно удобная, амбушюры крупные, на уши не давят. В роли монитора выступает универсальный Philips Brilliance 329P9H. В геймплее записаны внешняя система из Avermedia Live Gamer 4K, то есть без потери производительности. Полный конфиг и полезные ссылки есть в описании. Ну что ж, время пройтись по играм. Все они запускались в разрешении Ultra HD, и для большинства сглаживания либо скручивали на минимум, либо отключали вовсе. Также в некоторых играх будем проводить параллели с результатами прошлого теста RTX 2070 Super. Тундру в этот раз оставили в покое, она и в прошлый раз на максималках была полностью комфортная. Поэтому начнем с World of Tanks на ультрах и легком танке. Средняя скорость поднимается в район 90 кадров в секунду, и можно полностью сконцентрироваться на собственной эффективности в бою. А вот в Aircast Survival Evolved особо не разгонишься. Даже с 2080 Super остановились на среднем пресете со 100% масштабом прорисовки. И вот думаете было более 60 фпс с отзывчивым управлением? Ага, сейчас. Рассчитывайте в среднем на 45 фпс, еще и с подфризами, что хорошо видно по статистике очень редких событий. Зато приятно радует Rust. При почти максимальных настройках бегали со средней скоростью за 60 кадров в секунду. Потом пересели на лошадку, увеличив скорость подгрузки игрового мира и опустив фреймрейт в район 50 кадров в секунду. Но по-прежнему без фризов и подлагиваний. С Rainbow Sixie же обычно мороки нет. Выбрали ультра пресет и побежали отстреливать противников. Средняя скорость поднимается в район 130 кадров в секунду. Нет даже намека на какие-либо статтеры. Так что можно без проблем пробовать свои силы в онлайне. Создается впечатление, что Quake Champions угасает. От теста к тесту все дольше подбираются игроки для участия в командных матчах. В этот раз даже терпения не хватило и перешли в режим каждый за себя. Так вот при ультра настройках получаем стабильные 80 фпс в среднем. С ожидаемым падением показателя 0.1% лоу во время смерти и возрождения героя. PUBG совсем испортилась. При народном миксе низких и ультра настроек мы сначала побегали, а потом пересели на автомобиль и покатались по карте. Но фризов или статоров так и не словили. Максимум статистика очень редких событий просела ниже 50 кадров в секунду. Теперь опять придется привыкать к геймплею. Похоже, ARK осталась последним уголком стабильности в этом мире. В системе с 2070 Super Fortnite с эпическим пресетом оказалась дискомфортной. Но вот с 2080 Super уже никаких проблем нет. В среднем получаем за 60 фпс без фризов и подлагиваний. Хотя при игре на результат лучше слегка понизить настройки для еще более плавного и приятного геймплея. Овервотч предложила ультра пресет, но мы решили поднять ставки и перешли к эпическому. И знаете, никаких проблем из-за этого не возникло. Даже показатель 0.1% лоу не опускался ниже 70 кадров в секунду. Так что на остальную статистику можно не смотреть. Apex Legends с безумным качеством текстур и в прошлый раз бегалась без каких-либо проблем. Тут же средняя скорость поднимается выше 80 кадров в секунду и управление ощущается полностью комфортным. Нет даже намека на фрезы или статоры. По вашим многочисленным комментариям добавили в тест легендарную The Witcher 3 Wild Hunt. При запредельных настройках с выключенным Hairworks в Навиграде получаем стабильные 60 с плюсом фпс с приятной статистикой редких и очень редких событий. Ничего не тормозит и не лагает и на улицах никто не кашляет. В системе с 2070 супер и комфортно поиграть в Assassin's Creed Odyssey получилось лишь на высоком пресете. Теперь же можно подниматься к очень высокому, получая на выходе те же 55 фпс в среднем. Желейности в управлении не было, как и фрезов в видеоряде. Ну а за городом будет наверняка более 60 кадров в секунду. А вот Far Cry New Dawn сразу порадовала. Выбрали максимальный пресет с HD текстурами и получили за 60 фпс в среднем. Если побежать куда глаза глядят, то в графе очень редких событий увидим около 25 кадров в секунду. Но статоров не было, как и проблем со стрельбой. Максимальный пресет в Z-Division 2 оказался тяжеловатым и не очень приятным. Опустились к высокому и уже получили приятную картинку за 60 фпс в среднем и отзывчивое управление. Что же еще нужно для приятного отдыха от лютого трендица, который творится в реальном мире? В прошлый раз Gears 5 на ультрах ощущалась тяжеловатой и слегка дискомфортной. Теперь же ее можно проходить и в таком режиме. Средняя скорость остановилась в двух шагах от заветных 60 кадров в секунду, а остальная статистика поднялась в безопасную зону. Так что можно полностью сконцентрироваться на решении боевых задач. Borderlands 3 все еще остается глючной сама по себе. На средних настройках фреймрейт поднимается в район 70 кадров в секунду и изучение локации проходит без каких-либо проблем. Но в любой перестрелке чувствуются статоры. В общем-то они особо не мешают, но с такой-то системой их вообще не хотелось видеть. Можно подняться и к высокому профилю. Картинка становится еще красивее, но фреймрейт падает в район 40 кадров в секунду и повышается дискомфорт от подфризов во время перестрелок. В общем нам для прохождения больше понравился средний пресет. Но если у вас нервишки покрепче и на подобные мелочи даже не обращайте внимания, то можно и так. В начале Red Dead Redemption 2 по традиции запустили в режиме Vulcan с автонастройками. Получили довольно приятную картинку и около 50 фпс в среднем, без фрезов и подергиваний. Если этого мало, то скручиваем настройки на минимум и повышаем текстуры до ультра уровня, чтобы выжать более 50 кадров в секунду в среднем. Играть было приятно в обоих режимах. Тут уж вы сами решайте, что для вас важнее. Бонус к качеству графики или к скорости видеоряда. Думаете Need for Speed Heat летает на ультрах или высоких настройках? Возможно и так, но в 4К точно не на 2080 супер. С этой видеокартой около 60 фпс можно получить лишь при среднем пресете. Только в таком сценарии картинка еще выглядит симпатично и при этом сохраняется отличная управляемость автомобилем. В системе с 2070 супер, в Star Wars Jedi Fallen Order можно было запустить с высоким пресетом, но иногда проскакивали фрезы. В этот же раз обошлось без серьезных подлагиваний, однако легкие статтеры местами давали о себе знать. Ну и на десерт оставили несколько проектов с рейдрейсингом. Вольфенштейн Ян Блад без лучей можно выбрать пресет Майн Лейбен и даже сглаживание не отключать. Все равно получаем около 80 фпс в среднем, без каких-либо жалоб на качество видеоряда и отзывчивость управления. Но для рейдрейсинга DLSS сглаживание обязательно, а вот общий пресет качества можно не менять. Счетчик фпс падает чуть ниже 60 кадров в секунду, однако падение комфорта мы не ощутили. Стрелять и накручивать врагов по-прежнему легко и весело. В прошлый раз Shadow of the Tomb Raider на максималках притормаживало, теперь уже никаких проблем не было. Да, заветных 60 фпс не увидели, зато вся статистика находится в пределах 40-50 кадров в секунду. Иными словами, видеоряд остается плавный даже в тяжелой локации, а Лара мгновенно выполняет все команды. Однако для приятного прохождения с рейдрейсингом придется опуститься к высокому профилю и в обязательном порядке включить DLSS. На выходе получаем почти тот же средний фреймрейт и более скромную статистику редких и очень редких событий. Но без статтеров. Metro Exodus при высоком пресете без лучей очень даже комфортно. Средняя скорость поднимается выше 60 кадров в секунду. Видеоряд плавный, а в управлении отсутствует input lag. Проходить игру в таком режиме одно удовольствие. С другой стороны, вы ведь не зря покупаете 2080 Super, поэтому обязательно захотите включить рейдрейсинг. И вот тут неприятная новость. От былого комфорта не остается и следа. Скоростные показатели падают в два раза. Да, управление остается вменяемым, но играть все равно не очень хочется. Компромиссный вариант. Оставить трассировку и добавить DLSS сглаживание. Картинка становится чуть мыльноватой, но в динамике особо это не ощущается. Зато статистика вырастает на 40-60%. В таком режиме опять можно наслаждаться геймплеем. На высоком пресете без лучей контрол неиграбельно. Пришлось опуститься к среднему профилю, чтобы получить в районе 45 кадров в секунду без фризов и input lag. Но если вам прям позарез нужны 60 фпс в среднем, то придется либо играться с настройками, либо переходить к низкому профилю. Активировать рейтрейсинг можно только с DLSS сглаживанием. Средняя скорость и показатели редких событий даже немного выигрывают от такой комбинации. Зато статистика очень редких событий иногда падает ниже 24 кадров в секунду и проскакивают статоры. Контрольный запуск Call of Duty Modern Warfare прошел без рейтрейсинга, но с миксом средних и высоких настроек графики. Играть более чем комфортно. Средняя скорость поднимается выше 65 кадров в секунду и остальная статистика нервы не портит. К управлению тоже замечаний нет. Добавляем к этим настройкам трассировку лучей и скоростные показатели падают на 30%. Ощущения от геймплея смешанные. С одной стороны фризов нет, как и желейности в управлении. Но с другой нет должной плавности и легкости. Чувствуется, что игра дается системе с трудом. Если отключать лучи не вариант, то можно скрутить обычные графические настройки до минимального уровня и выключить некоторые эффекты. На большой бонус не рассчитывайте, но плавность и комфорт видеоряда действительно слегка повышаются. Ну что ж, как бы Nvidia не рапортовала о комфортном гейминге в 4К, но даже RTX 2080 Super не обеспечивает его в полной мере. Да, в играх попроще на максималках можно рассчитывать на 60 фпс или выше. В тяжелых блокбастерах приходится опускаться к высоким или средним настройкам, чтобы получить в районе 50 кадров в секунду. И в каждом поколении игр есть проекты типа ARK и Borderlands 3, которые глючные сами по себе и от подлагиваний никак избавиться не удастся. Для рейтрейсинга 2080 Super, конечно, подходит лучше, чем 2070 Super, но без DLSS все равно не обойтись. Хотя и с ним заветные 60 фпс часто остаются в мечтах. Вот и получается, что прирост скорости есть, повышение комфорта есть, а полного счастья нету. Если вы сильно попросите лайками и комментариями, то отложим все в сторону и погоняем 2080 Ti в аналогичном тесте. А пока вы определяетесь с вердиктом, мы подготовим геймплей по гораздо более доступной 8-гигабайтной RX 5500 XT. Делитесь впечатлениями, подписывайтесь на канал и приводите друзей, впереди много интересного. Всего вам хорошего и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok